добрый день девочки добрый день мальчики добрый день мои друзья ну и что вы думаете я вчера встретилась с ними с верочкой с мамой уже муж подъехал но если он был не знаю в общем я так поняла что это секта я назначила встречу агентства где работает юрист который покупала нам квартиры здесь помогала покупать квартиры очень ситуация такая квартиру они купили в новостройке за миллион восемьсот пятьдесят но дом будет сдаваться только новому году якобы или первый квартал 2019 года давай брошюрки мне всякие толкать давай разговоры вести непонятные я вообще как бы в религию не лезу такие интересные смешные в общем суть такая они дали аванс 20 тысяч рублей в одно агентство потом еще десять тысяч дали риэлтору по расписке и теперь эти деньги не могут вернуть елена павловна помогите ну я ерочки дала ера далась смотреть документы потом не перезванивает когда я уже ушла потому что я надо надо занимайтесь я же не мать тереза зачем мне это надо если я вижу что люди не в адеквате она говорит у них вообще они не из сургута ну точно какие-то аферисты что ли пустите нас к себе пожить елена павловна пока у нас не сдаться квартира маме очень нравится здесь у храма пустите нас пожить ну я такой наглости еще не видела девочки вот честно говорю таких наглючек я еще не видела неужели на мне написано что я знаете могу просто да заходите живите с детьми посторонние люди ну вы же одна в квартире знаете так настойчиво а я когда начинают вот так настойчиво я просто все опешила так настойчиво прямо допустите ну пожалуйста ну просим вас не знаю я вообще я до свидания до свидания смотрю мама сует мне книжечки какие-то и пишут везде пишут пишут она говорит мне это вера я не только вам написала но я не против что вы меня это что вы прочитали это все я же сразу вам написала можете прочитать сказать на камеру может кто-нибудь сердобольный найдется у кого есть свободные квартиры да и нас пустят пожить потому что нас денег уже не осталось из тех денег чтобы продали квартиру в сургуте но может быть продали были они там прописаны не знаю мотаются туда-сюда как перекати поле мы же еще летом были на юге мы же на море еще ездили мы почти целый месяц жили на море какой-то станице они жили целый месяц на море ой мы столько денег потратили столько денег потратили на час ни копейки нет и мы не знаем снимать как на что снимать я говорю так вы не работаете что ли все не работаете нет мы да вот жили на эти деньги в общем не поняла я короче говоря девочки я так и не поняла сути ира говорит елена павловна я тоже как бы как я буду браться за работу если я знаю что у людей нечем платить как я буду браться за работу я тоже понимаю ее в общем вот такие дела девочки все не не надо не пишите мне я не собираюсь вот тратить свое время на непонятно кого боже мой разные жизненные ситуации знаете по вокзалам по аэропортам тоже ходят с протянутой рукой и приличные мужчины и приличные женщины и все что угодно и кому денег дайте на работу кому покушать нечего в общем хватает всяких проходимцев но я была в шоке когда мама начала мне книжечки эти толкать в руки начала мне что-то говорить я вижу что не в адеквате вся семья не в адеквате все ясно понятно а то что я говорю вы зачем пишите там не она я всем пишу она всем пишет не только мне если найдутся тем кому тоже она писала я даже не сомневаюсь что может что-то даже в комментариях напишет оттуда вы девчонки у меня такие конечно спасибо вам большое у вас и у всех и прямо душа душа открыта для общения для помощи молодцы или на полной дайте номер телефона и помогу купить и помогу это 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 спасибо вам но я вижу что этой семье помочь нечем они могут помочь только себе сами только сами и таких сколько весной тоже вот девочка с Алисой гуляли на площадке девочка одна все время гуляла с нами я вижу так плохо одета с утра до вечера на улице с утра до вечера потом разговорилась с ней говорю а вы где живете она мы снимаем квартиру вот тут на первом этаже мама с ребенком отчим бьет их всех и пьет не работает приехали сюда тоже знаете за лучшей жизнью ничего не получилось и все Елена Павловна баба Лена мы уезжаем все и уехали а куда поедете мы поедем в Московскую область ну то есть вот знаете перекати поле ничего у них нету и перекати поле вот там посидели пожили там пожили посидели там пожили посидели я даже не уверена что вообще у них были деньги или не были ну не знаю ну какие-то бумажки там показывала она что якобы в одно агентство внесли 20 тысяч но я-то вижу что бумажка знаете такая липовые информационные услуги может подборку делали какую-то ей а вторая от руки написана так этих за расписок можно от руки сколько угодно написать ну в общем вот так промоталась вчера и весь вечер ушла наверное часа в три и пришла только домой уже восемь часов пока туда дошла пока еще зашла туда-сюда на юбилейный в общем не хочу девочки даже не пишите мне вот так вот такую ерунду вот не пишите помогите спасите сохраните я не знаю пожалела детей что дети а дети довольные жизнью что дети лишь бы мама папа дома были бабушка так что вот такие дела девочки пылесосик работает все пока отключаюсь